Всем привет, друзья! Новые моторчики у меня на обзоре, это моторы iFly Xing 2206, 2207 или же 2306 бывают, но в моем случае это моторчики именно 2207, при том я для себя взял максимально возможное Kiwi в 2750. Xing, кстати, это FPV пилот, тестер и, как видите, в данном случае продюсер этих моторов, так сказать, именно он разработал данную модель моторчиков и поработал над корпусом. Конечно, в первую очередь не бросается в глаза форма купола, она очень сильно напоминает известные корейские моторы Carrierea, которые стоят бешеных 35 долларов за мотор, но на деле мы имеем, друзья, что эти Xing'овские моторы стоят всего 18.99, а на распродаже, посвященной Черной Пятнице, цена вообще была 13 баксов. Имеет данный мотор вот такой вот необычный закругленный купол, сверху достаточно интересный рисунок, ни на что не похожий, обмотка толстенькая, намотана одножильным проводом. Есть вот такие вот зацепы, антискользящие для пропеллера, полый вал и, как обычно, снизу крепежное отверстие 16 на 16. Большой подшипник и большой по размеру болт, или точнее его шляпка, поэтому сломать его будет реальной проблемой. Минимальные зазоры на магнитах и давайте послушаем, как звучат эти моторы. Моторчик номер один, тихий подшипник без проблем. Следующий. Точно такой же звук. Третий. Ничего не поменялось и четвертый. Все четыре мотора, друзья, имеют абсолютно одинаковый звук, без каких-либо призвуков, испорченных подшипников, как это бывает в каких-то других моторах. Комплектация мотора, конечно, не суперкрутая, всего лишь навсего четыре болтика в комплекте и одна низкопрофильная гаечка. Но что я могу отметить, друзья, так это то, что iFlight Xing это первые моторы, у которых болтики в комплекте идут уже с нанесенным фиксатором резьбы. Ведь это очень просто. Почему другие производители это не делают, мне непонятно. Итак, давайте посмотрим, какой вес. Вместе с длинными проводами, которые имеют сечение 20 AVG, вес мотора составляет 34,18 грамм. Итак, друзья, начнем с теста мотора iFlight Xing 2207 2750 с пропеллером GPRC 5040. Регулятор AirBot Metal на 60 ампер. Погнали! Ничего себе! Больше, чем полтора килограмма от тяги на пробчике 5040 от GEP. Это реально неплохой результат, друзья. Но что меня еще удивило, так это ток. Обратите внимание, ток составил 37,85 ампер, при тяге более чем полтора килограмма. Считаю, что это достаточно адекватный, в общем-то, ток. И с такой тягой в полтора килограмма вполне реально летать даже на хиленьком GEP 5040. Я этот пропеллер советую для новичку. Обратите внимание, друзья, как работают эти насечки для фиксации пропеллера. Результат действительно очень хороший. Проб там держится хорошо, даже когда гайка немного отпущена. Итак, следующий тест. Тест мотора iFlight Xing 2207 с пропеллером DAL CYCLON 5047. Свеженький проб. Посмотрим, какой будет результат. 1580 тяга составила и ток реально немаленький, друзья. В этот раз 44,26 ампера. В принципе, тяга неплохая, но каких-то сверх высоких значений я пока не увидел. Тест мотора iFlight Xing 2207 2750 киви с пропеллером GEMFON 5043. Около полтора килограмма тяги данный тест показал и максимальный ток 42 ампера ровно. Далее, друзья, переходим к новому пропеллеру. В данный момент установлен пропеллер GEMFON GEMFON 5149. 1580 грамм тяга и ток 42,81 ампер. В принципе, я думаю, что это предел для данного мотора, потому что он достаточно оборотистый, но каких-то опять же сверх высоких показателей подтягивания я не заметил. И последний пропеллер осталось проверить это HQ. Но обратите внимание, друзья, насколько сильно длинный вал у данного мотора. И если использовать их родную низкопрофильную гаечку, остается достаточно много места на вале. Не знаю, в общем-то, плюс это или нет. Я, в принципе, могу, наверное, посчитать минусом, потому что при каких-то серьезных крашах именно удар валом гайка не будет повреждена, а будет появляться серьезный задир на самом этом валу. И тогда, может быть, будут какие-то проблемы с прикручиванием или с откручиванием этого самого вала. И опять же, гайку там можно легко поменять. А вот поврежденный и ударенный вал – это целая проблема. Тест-нотура iFlight Xing 2207-2750 киви с пропеллером HQ5146. Так, ничего себе! На удивление именно с данным пропеллером почему-то и тяга была высока, больше чем 1,6 килограмм, и максимальный ток составил 47,61 ампер. Что-то я, честно говоря, друзья, ничего не понял. Неужели HQ-проб настолько крутой? Давайте попробуем еще раз повторить тест. Обновляю значение. Да, действительно больше чем 1,6 килограмма тяги. Как же так получилось? Ну и чтобы конкретно уже разобраться в ситуации, настолько ли крутой этот HQ-проб или мне показалось, я установил на моторчик пропеллер DALPROP CYCLON 5249 и использую точно тот же, но уже заряженный аккумулятор, который был в тесте с HQ-пробом. Погнали! В принципе, я думаю, что все-таки дело не в пропеллере, потому что этот пробчик, как вы видели, показал тоже очень неплохой результат. Тяга составила больше чем 1,6 килограмма, максимальный ток 48,19 ампер. Реально неплохой результат, друзья. И давайте подойдем к выводу по данным моторчикам iFly Xing. Относительно старых моторов, которые они выпускали ранее, это Tachyon 2306, тяга немножко выросла. И мне кажется, что немного выросло качество то ли сборки, то ли качество подшипников. Вот, по крайней мере, этот Tachyon-чик сам у меня в руках. И если прислушаться... Не знаю, как вы, но я лично слышу небольшой шум от подшипника. Ни в одном из Xing никакого шума от подшипников нет. Получается, что они используют какие-то качественные подшипасы. Не знаю, EZO или нет. Я, кстати, с Патриком Xing разговаривал. Не помню точно, что он написал мне, какие подшипники они используют. Но в обзоре обязательно укажу. По-моему, это не EZO, а вторые, которые более дешевые. Но, по крайней мере, никакого звука от данных подшипников я не слышу. Качество сборки данных моторов реально на высоте, друзья. Я, конечно, не знаю, как они будут себя вести по кроше устойчивости. По поводу максимальной тяги скажу, что это не самые жирные подтяги мотора. Я видел, конечно, более какие-то продвинутые. Но эти моторчики меня реально радуют. Я думаю, что я все-таки решусь и соберу полностью iFlight-овский сетап на кисе, который у меня давно лежит. Никак руки не доходят. Кис придется все опять изучать заново. Хотя я когда-то давно и собирал кис, но я думаю, что с того момента они хоть что-нибудь, но все-таки должны были обновить. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Евгений и канал The Best Review с обзором моторчиков iFlight Sync 2207-2750 киви. Цена достаточно адекватная. 1899 на Banggood. Работает скидочный 7% купон. И также пишите в комментариях, какие пропеллеры вы хотели бы видеть в моем тесте. Честно говоря, друзья, я на этих очки-пропах летать не планирую, потому что у меня полно различных гемфонов и различных циклонов. И они меня, в общем-то, вполне радуют. Но если у вас какие-то предпочтения есть, пишите обязательно в комментариях. И не забывайте про мои группы ВКонтакте и Фейсбуке. И также мой RC-чат в Телеграм. Если вы не можете перейти по ссылке, которая находится в описании под видео, то ищите по поиску слова The Best Review. Находите меня там в Телеграме. Спрашивайте эту ссылочку в личку. Я вам ее скопирую. И перейдете в чат. Там около 700 человек. Общаемся онлайн на тему радиоуправляемых моделей. Советуйте какие-то новые товары для обзоров. Увидимся в новых тестах. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok